Добрый день, уважаемые коллеги! Слышно меня? Поставьте, пожалуйста, плюсики, если слышно. Хорошо. Спасибо, вижу. Еще не знаю, да, я сегодня впервые присоединился к нашему треку вебинаров по финансовой грамотности. Вот на страничке я специально раньше ее включила, можете кратко ознакомиться, можете присоединиться в социальных сетях, я всегда рада всем коллегам. И у меня есть проект «Финансовая грамотность для педагогов» или я его переименовала немножко «Финансово грамотный педагог». Можете присоединиться к этому проекту на Фейсбуке, ссылочка у вас на экране или ВКонтакте, в какой социальной сети. Это два равнозначные группы. Сейчас в нашем сообществе уже чуть больше 300 человек. И у нас есть такая тренировочная доска, да, то есть если кто-то хочет присоединиться и рассказать о себе, вы можете зайти на онлайн-доску «Подлет». Вот «Финансово грамотный педагог», давайте познакомимся. Ссылочка ниже или по QR-коду. Можете тренироваться, да, осваивать усыды на учителя, то есть я думаю, что, да, и дошкольным педагогам тоже для копилочек эта доска очень даже удобная. Создавать какие-то копилки материалов. Ну и плюс проводить уроки, даже можно все ссылки по урокам тоже там хранить. И, ну, у нас как бы уже до Нового года осталось совсем чуть-чуть, и у меня это в этом году заключительный вебинар, именно в календарном году. Поэтому я, ну, такую небольшую создала поздравлялку. Это волшебная новогодняя доска пожеланий. Кто зайдет, вот по ссылочке, там уже есть пожелания от меня для всех коллег. И с музыкальным сопровождением. Это Павел Юрьевич вчера зарядил интерактивом. Ну, вот я как бы немножко тоже решила вас всех поздравить. Кто не зайдет, я все равно поздравляю, да, то есть и самое главное – здоровье и финансовое благополучие. Коллеги, презентацию вы можете скачать, а я как бы двигаюсь дальше по нашей презентации. Итак, уже я взяла правило, что мы с вами педагоги, и несмотря на то, что у нас сейчас больше возможностей выбора именно технологии обучения, мы обязательно должны руководствоваться нормативными документами. И говоря о финансовой грамотности, у нас есть стратегия повышения финансовой грамотности, которая утверждена правительством Российской Федерации по 2023 год. И в рамках этой стратегии разработан план мероприятий по реализации этой стратегии, разработаны дорожные карты мероприятий. И почему именно для нас, для педагогов это важно? Потому что в рамках этих дорожных карт есть мероприятие по внедрению или включению финансовой грамотности именно в программы российских образовательных учреждений. И так как вы здесь сегодня, значит вы уже тоже в курсе, и вам эта тема актуальна. Кроме этого, Минфином разработана рамка компетенций, где по возрастам школьников расписаны, какими компетенциями должны обладать школьники в разных возрастах. И отдельно создана рамка компетенций для взрослого населения. Об этом тоже немножечко позже поговорим. Ну и соответственно мы все с вами в системе образования руководствуемся законом об образовании в Российской Федерации, в котором прописана вся образовательная система, и государственными образователями, федеральными государственными образовательными стандартами по уровням образования. Дошкольная, начальная школьная, средняя школа, общая школа и СПО, ВУЗы. То есть у каждого уровня образования есть свой стандарт. Ну и вы прекрасно, я думаю, осведомлены, что эти стандарты меняются, нужно отслеживать. Вот сайт в ГОС.РУМ вы можете отслеживать принятые или не принятые стандарты по новым направлениям, по так называемым 3++. Ну, по высшему образованию уже приняты ряд стандартов и внедрены универсальные компетенции, в том числе по финансовой грамотности для студентов. А в школах и дошкольных учреждениях пока таких компетенций именно в стандартах не прописаны. Но есть отдельные рекомендации для дошкольных учреждений, именно рекомендации Министерства образования. Вот они ниже, да, то есть для дошкольного, именно в части экономического воспитания школьников, можете ими руководствоваться. Для школ таких отдельных методичек нет, но есть, вот в рамках, немножко продублировался, да, помню, ничего страшного. Так, в рамках, как бы, регулирования и развития образования существуют институты развития образования, и они прописывают регионально, да, каждый. Ну, вот, например, под пунктом 12, я про свой регион, региональный стандарт, то есть региональные методические указания для учебного года, как разрабатывать программы, да, рабочие программы педагогам, на что обратить внимание. Ну, и, соответственно, в каждой образовательной организации есть своя общая образовательная программа, дальше программа развития организации, ну, и, соответственно, положение обязательно должно быть о рабочих программах и прочее. Более подробно мы это на прошлом вебинаре рассматривали. И бонусом для вас, да, если кто-то не был на прошлых вебинарах, можете присоединиться к нашему сообществу ВКонтакте либо в Фейсбуке. Там выложены все презентации в открытом доступе именно для сообщества, то есть для тех, кто зайдет в группу, добавится в группу. Рады всем, да, родителям, педагогам, там очень много материалов, гораздо больше, чем вот в сегодняшней презентации. Итак, что такое финансовая грамотность? Давайте уже упрощенно, да, то есть это вот определение я как бы дала своими словами. То есть финансовая грамотность это не просто экономическое образование, которое есть у нас и в школе курсы экономики, и в ВУЗе, да, то есть кроме основы углубленные знания по различным дисциплинам. Но проблема в том, что мы живем в государстве, мы живем в обществе, где все время меняется законодательство, все время совершенствуются различные финансовые услуги. И у нас с вами всегда стоит проблема, то есть нужно ежедневно, да, то есть в ежедневной жизни применять финансовые знания, начиная от получения дохода, уплаты налогов, может быть, возможных получения налоговых вычетов, до открытия различных финансовых инструментов, платежных карт, перечисления денег, инвестиций, если кто-то занимается, да, до накопления для своей пенсии, да, и чем раньше это накопление начинается, тем больше шансов, что только на государство не придется надеяться. Поэтому финансовая грамотность в таком широком понимании именно для отдельного человека это умение, умение, да, принимать успешные финансовые решения, то есть управлять своими личными финансами. И от того, насколько будет успешен каждый человек, ну в том числе домохозяйство, да, то есть отдельные семьи, в целом будет складываться благосостояние государства, да, то есть развитие экономики государства. Поэтому государство очень заинтересовано в развитии, да, то есть повышении финансовой грамотности своего населения. И вот последний опрос, повторяю его, да, то есть я в какой-то презентации уже на него ссылочку давала, то есть аналитический центр НАФИ в марте этого года провел опрос, ну, около 1600 человек, 150 населенных пунктов было затронуто, и 52 региона России. И самые главные проблемы, март месяц, да, то есть обратите внимание, сейчас возможно было бы даже больше этот отдельный вес. Финансовые проблемы, это именно основные проблемы в жизни работающих россиян. То есть посмотрите, здоровье, работа, там потери работы, в семье там проблемы, это как бы вот чуть-чуть другие. Финансовые проблемы 35%, на что же они влияют? Если мы посмотрим, то мы по себе можем судить, да, что психологическое состояние прежде всего зависит от того, знаем мы или нет, есть ли у нас финансовая подушка безопасности или нет, и насколько ее хватит, особенно когда наступает кризис. Поэтому для взрослого населения, ну, вот это достаточно актуально. А почему мы начинаем обучать детей? Потому что у нас есть, кроме нашей программы развития, мы входим в, ну, не совсем входим, да, но сотрудничаем с Организацией экономического развития и сотрудничества международной, которая проводит исследования, я думаю, что педагоги школьные знакомы, потому что особенно средние школы, они проводили уже это исследование в 2018 году, часть регионов была затронута, это исследование ПИСа. Последнее исследование было в 2018 году, и оно как раз таки показало, что знания у наших школьников 15-18 лет присутствуют, но они не умеют ими пользоваться в обычной жизни. То есть показало, что мы говорим о финансовой грамотности, извините, о функциональной финансовой грамотности. То есть вот на эту функциональную финансовую грамотность как раз таки направлено и повышение уровня финансовой грамотности в целом населения и, соответственно, обучение детей. То есть как дети ориентируются в сегодняшней жизни, что они знают и как они могут решать эти вопросы. То есть не просто поиграть. Игра – это одна из технологий обучения, чтобы ребенок мог попробовать. А именно как ребенок ориентируется вообще в этой жизни. Может ли он, знает ли он, что такое деньги, что такое доходы, расходы, семейный бюджет, финансовый план и так далее. Сейчас мы по этим уровням пройдемся. Так вот, если брать уровень финансовой грамотности в целом среди стран большой двадцатки, то Россия в 2018 году и в 2019 году остается на девятом месте. В 2018 году здесь вот уровень финансовой грамотности 12,2 был, а в 2019 немножко выше, там до 12,4, то есть немножко поднялся. Но, тем не менее, как бы не улучшилось положение. Отчеты, ссылочки я все даю, они все активные. И к чему я веду? К тому, чтобы преподавать финансовую грамотность, то есть как преподавать именно даже дошкольникам, школьникам, и тем более студентов вуза, мы должны сами быть финансово грамотными. Ну и вот я вам даю такие ссылочки. Большой плюс, что до сегодняшнего дня, было до 16, мы продлили с 7 по 18 декабря, то есть сегодня включительно. Вот вы видите второй рисуночек, это Всероссийский онлайн зачет по финансовой грамотности. Проводит его Банк России совместно с агентством стратегических инициатив. И можно пройти по ссылочке финзачет и проверить свой уровень. Не бойтесь проверять. То есть я всегда говорю, что любой тест – это обучение. Он сразу же вам покажет, где у вас пробелы в знаниях. И вы можете эти темы потом поднять и проверить. Я проходила тесты онлайн зачет, проходила и общую финансовую грамотность, там продвинутый уровень, и финансовую грамотность для предпринимателей. Да, у меня тоже есть, не все так хорошо, да, вот почему-то оба теста у меня получились 27 из 30. Потратите там буквально полчаса, но вы будете знать ваш уровень с точки зрения вот сегодняшнего дня, потому что все вопросы теста именно онлайн зачета очень актуальны. Если вы не успеете пройти онлайн зачет, можно свои знания проверить на сайте «Хочу, могу, знаю». Я вам даю только сайты, которые прошли контроль со стороны Минфина, Банка России. То есть они именно рекомендованы для обучения финансовой грамотности. То есть вот мы будем говорить сегодня и всегда только о таких сайтах. То есть я не даю никакие платные ресурсы. Это именно бесплатные ресурсы, которые прошли контроль Минфина. Вот один из них «Хочу, могу, знаю» и здесь вот ссылочка на эти тесты. Можете сейчас эти посмотреть, можете чуть позже отложить. То есть без вашего уровня финансовой грамотности преподавать ученикам будет сложно. Можно какие-то темы рассмотреть, но лучше все-таки ориентироваться к педагогу сначала самому. Быть финансово грамотным и потом уже от этого будет зависеть ваша возможность быстро выбирать различные ресурсы, игры. Самому составлять уроки по тематике. То есть насколько хорошо вы ориентируетесь в теме. Мы перейдем ко второй части нашего вебинара. Именно наша тема уже, то есть это интерактивные технологии. Но перед этим давайте чуть-чуть я вас, чтобы вы передохнули. Можно я познакомлюсь с аудиторией. Я вам запускаю опрос. Ну подскажите, пожалуйста, то есть в течение вебинара на какие группы мне больше обратить внимание. Пожалуйста, обычно у нас лидируют педагоги дошкольного образования. Вот кто у нас сегодня собрался здесь. Ну и немножечко так передохнем. Структура аудитории. То есть педагоги дошкольного. Давайте я вам сейчас иголочку поставлю, чтобы вам тоже было видно. В основном дошкольное, да, у нас дошкольное. Есть начальная школа, средняя, общая, библиотеки. Вот для библиотек. В группе тоже начинаю сейчас для библиотек печатать, создавать посты. Поэтому можете тоже присоединяться, потому что сейчас очень активно развивается именно на базе библиотек обучение финансовой грамотности, проведение различных мероприятий. Да, 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 рада со всеми познакомиться. Вижу, что из разных. Вот смотрите, сколько я. И даже другие. Вот все-таки кого-то я не учла. Если не сложно, да, кто вот проголосовал. Галочку другие. Другие это кто у нас. Ну, это если вам, если нет, сохраняйте инкогнито. А вот даже музыкальные руководители. Ну, вот я думаю, что тема все актуальнее и актуальнее. Итак, спасибо огромное, да, останавливая вопрос. То есть у нас практически треть нашего сегодня, ну, как обычно, у нас лидируют дошкольные педагоги. Спасибо огромное. Итак, что же такое педагогическая технология? Искусство, да, то есть это искусство, мастерство, обучать. И, исходя из этого определения, мы с вами будем рассматривать. Я так попыталась обобщить, да, то есть не буду сейчас спорить. Вот здесь все педагоги у вас базово-педагогическое образование, потому что у меня базово-экономическое образование. Но у меня очень большой стаж преподавательской деятельности в ВУЗе. Я, как бы, попыталась объединить, да, какие у нас модели обучения. Ну, вот, очень надеюсь, что почти прошлый век это пассивная модель обучения. То есть когда учитель просто транслирует знания. Сейчас учитель, ну, при всей своей, там, не знаю, при всех своих возможностях не может быть единственным транслятором знаний. Потому что очень огромное количество информации. И учитель может научить учеников ориентироваться в этой информации, да, то есть ее структурировать, учить работать с этой информацией. И вот пассивная модель обучения подразумевает, что, ну, как вот в прошлом у нас, да, то есть учитель был таким источником, практически единственным источником знаний. Если студент писал все конспекты, то он, в принципе, мог сдать этот экзамен, но без проблем. Сейчас отходят от этой, надеюсь, да, многие отходят. И все-таки у нас больше превалирует активная модель обучения. То есть когда у нас идет обратная связь не только в виде контроля знаний, но и обратная связь в виде различных, там, дискуссий, обсуждений и так далее. И мы с вами ориентируемся на интерактивную модель обучения. Ну, попыталась здесь, там, стрелочками чуть-чуть вам подрисовать. То есть что такое интерактивная модель обучения? У нас педагоги не только транслируют информацию, да, и получают обратную связь от учеников, но должны, не должны, да, а именно, как бы, если это истинные педагоги, то стараться создавать такую образовательную среду, где ваши ученики, они взаимодействуя друг с другом и с педагогом вот внутри этой среды, они, как бы, обучаются еще не только от педагога, а именно между собой, вот, вот, делятся знаниями, и благодаря этому превращение знаний происходит. Ну и, соответственно, умений. Поэтому мы сегодня ориентируемся на интерактивную модель обучения. И если брать вот понятие интерактивных технологий, которое произошло от слова interaction, взаимодействие, да, то есть воздействие друг на друга. Ну и, соответственно, если мы технологии, мы уже тоже с вами перевели, то переведем как искусство именно обучения, основанное на взаимодействии. Но, вот, делая такую ремарку, что обязательно обучение проектируется педагогом. То есть педагог создает образовательную среду, ему могут помогать, да, то есть педагог сейчас технически не может создать вот идеальную образовательную среду, но психологическое сопровождение и, ну, такое, наставничество, оно обязательно исходит именно от педагога. И что же мы видим в виде интерактивных технологий? Здесь нет единого такой классификации, ну, выбрала такие основные направления, игры, квесты, мозговые штурмы, там, деловые игры, да, уроки с применением видео, аудио, информационно-коммуникационных технологий, ну и различные другие направления, вы можете их сами обозначить. А если брать педагогов еще нашей, российской, да, школы, то они критически относятся к этим новым названиям, там, квесты, квизы, викторины и так далее, они просто говорят, что интерактивные технологии – это, как бы, проблемное обучение. То есть, когда педагог ставит проблему и начинает анализировать, то есть, анализ синтез, раскладывает ее по частям и выводит единое целое, либо обратно, да, то есть, нужно обратный подход. Но именно педагог руководит процессом обучения и выбирает технологию под ту проблему, которую он поставил. Если мы говорим в целом, да, то есть, мы должны обращать внимание, помните, я вам говорила о финансовой рамке, то есть, о компетенциях, которым мы обучаем. И мы с вами по возрасту должны ориентироваться, какими компетенциями должны обладать дети, если мы говорим о компетентностном подходе. Ну, другими словами, чему ребенок должен научиться, в чем он должен ориентироваться, по границам того или иного возраста. Где мы это берем? Понятно, что сейчас очень много учебников, очень много направлений, но для дошкольных педагогов, что я рекомендую? Вот там в списке нормативных актов я даю ссылку на методические рекомендации Министерства образования по экономическому воспитанию дошкольников. Вот туда мы идем, и в этих метод-рекомендациях есть две таблицы. Сегодня я не стала увеличивать презентацию на эти таблицы, вы можете найти презентацию предыдущих вебинаров, там эти таблички есть, либо открыть метод рекомендаций. И вы увидите, что дошкольное образование, именно экономическое, разбито на две возрастных категории. Здесь я объединила эти категории. Там она категория от 5 до 6 лет и от 6 до 7. И там немножко разные такие направления. Но в целом, вот я объединила, здесь мы видим, что ребенок уже к окончанию садика должен понимать, что такое деньги. И что деньги просто так из воздуха не появляются, да, то есть деньги нужно заработать. Неважно, это будет работа в виде наемной работы, то есть различные профессии, либо это будет получение дохода, то есть предпринимательства. То есть ребенок уже немножко должен здесь ориентироваться, что труд, продукты потом не получаются. Кроме этого, вот обратите внимание, да, то есть у ребенка здесь, когда мы говорим о дошкольном возрасте, мы говорим о таких понятиях, как потребность, жадность, щедрость, богатство, бедность. То есть ребенок должен уже ориентироваться в этих понятиях, что хорошо, что плохо, да, то есть вот как бы, что есть надо, а есть хочу. Сейчас мы с вами об этом поговорим на примере вот одного из ресурсов, которые будем сегодня обсуждать. То есть обращать внимание на такие нравственные стороны именно в детском саду, то есть именно когда мы пытаемся обучать и обучаться совместно с детьми. Потому что я думаю, что каждая группа дошкольников, она уникальна, в ней создается уникальная образовательная среда вот совместно с педагогом. Точно так же, как и в школе в каждом классе, и в вузе, и в техникумах. То есть вот эта вот уникальная такая групповая образовательная среда, она играет большую роль. То есть вот этот психологический настрой. И он зависит не только от детей, а соответственно именно от учителя, как он может выстроить вот эту образовательную среду. Потому что, ну вот на мой взгляд, очень много зависит от учителя. Итак, определились, да, что у нас ребенок должен уже, в чем ориентироваться и как мы обучаем дошкольников. Ну естественно, здесь основными интерактивными такими технологиями будут игры. Игры мы можем выстраивать по-разному. Можем устраивать ролевые игры, можем просто обсуждения делать, спектакли, вот в разных направлениях. Но примерное направление какое? Мы должны познакомить ребенка с профессиями. Какие виды профессий? Ну я здесь так перечислила, не все, конечно. Дальше. Мы как бы знакомим ребенка с видом денег. То есть что такое вообще деньги? И когда не было денег, как люди что-то себе приобретали? Вот здесь те, кто дослушает, да, вот чуть-чуть вас так встряхнуть. Кто дослушает вебинар сегодня, у него будет бонус. А кто в группу добавится, там еще один бонус я как бы сделаю. То есть у нас есть ресурсы накопительные, такие вот там доска «Дети и деньги», где очень много ресурсов, как познакомить вот именно по возрастам детей с деньгами. Какие видео показывать, кроме тех, что сегодня будут в презентации. Поэтому, ну вот как вот такой небольшой вопрос, заинтересовать вас до конца. Итак, смотрите. Игры, знакомство с деньгами. Какие можно устроить? Ну вот натуральный обмен. Но здесь нужно продумать, да, то есть либо вы идете и получаете готовые ресурсы. В принципе, таких игр и сценариев очень много. Ссылочка на презентацию, вот она здесь, как бы уже есть презентация, вы ее можете скачать. А если добавитесь в группу, я сегодня выложу эту презентацию ко всем остальным, которые уже там есть у нас в группе. Итак, знакомство с деньгами. Вот на платформе учи.ру есть очень хорошее задание, такое интерактивное задание они придумали. Это именно бартер. То есть, когда дается задание, у ученика есть, допустим, там 50 монет, ну, не знаю, телефон, микрофон, а ему нужен фотоаппарат. И через несколько вариантов обменов, да, то есть, а у других людей тоже там нету вот такого человека, с которым можно было бы напрямую обменяться. То есть, вот такие какие-то задания, да, придумать. Я в конце сброшу еще в чат ссылочки на группу. Давайте сейчас, хорошо, дождемся конца вебинара. Итак, у нас с вами игры. То есть, можно бартер показать, как было сложно людям, когда у них не было денег. Дальше, развитие ракушки у нас были, да, то есть, у кого-то это были специи вместо денег. Потом появились металлические деньги. Потом только бумажные. Вот обо всем этом можно почитать, кстати, на нашем образовательном канале. Ну, только-только начала его ввести, это финансовый букварик. Там я две статьи именно обзорно по деньгам. История денег, наличные деньги. Ну, и вот готовлю сейчас обзор по безналичным, по электронным деньгам. Цифровой рубль, да, вот уже на подходе. Поэтому, как бы, очень кратко и емко там этот материал есть. Либо идите на другие сайты, финансовая культура, например. Там тоже можно обучиться вот этому всему. То есть, прежде чем вот такие игры делать, нужно понять хотя бы, да, как развивались, эволюционировали деньги. Какими функциями они обладали, какие функции сегодня у денег. Что такое квест? Я вот заявила в своей теме квесты. Ну, опять-таки, говорю, старая школа педагогов меня покритикует и скажет, что такое квест. То есть, красиво, иностранное слово, да, а вообще это просто поиск. Но с точки зрения, как бы, интерактива квест мы сегодня рассматриваем именно как поиск приключения. То есть, у нас должен быть обязательно герой, которому нужно пройти какие-то стадии, этапы, чтобы достичь конечного результата. То есть, чтобы создать квест, нужно придумать такую историю, да, героя, какие у него будут трудности и как ему дети смогут помочь преодолеть эти трудности, чтобы он достиг чего-то. Ну, не знаю, например, можно взять, допустим, финансовые сказки, да, помочь герою, там, колобку, да, то есть пройти какие-то стадии, чтобы достичь какого-то результата. Тут можно много придумывать. Либо вот квест, как накопить на игрушку, да, помочь там девочке Маши накопить на какую-то игрушку или на телефон. Как это сделать? Опять-таки, лучше разбить на несколько этапов. Либо магазин. Ну, здесь можно даже квест не устраивать, а взять ребенка, да, это уже для родителей больше такой квест. Взять ребенка просто в магазин и попытаться купить то, что нужно. То есть, научить ребенка проходить квест жизненный, да, магазин. Если это будет в дошкольном учреждении, можно детям, как бы, давать задания, разбить на группы, давать задания, что одна группа и другая группа покупает какие-то товары определенные по определенной цене. И сделать такую интерактивную, как бы, доску, ну, из бумаги, да, там, допустим, самое, что можно дешевое, это из бумаги вырезать различные товары и написать их стоимость. Ну, минимальную, да, то есть, ребенок должен понимать, что это должно стоить столько-то, и это уже минимальное, там, до 10 где-то, да, вот, ну, 10 монет уложится, там, насколько дети умеют считать, ориентироваться на группы, чтобы они смогли купить какие-то определенные товары. И кто уложится, допустим, в меньшую сумму, будет победителем, получит монеты, и эти монеты сможет отменять, там, ну, не знаю, на смайлики, допустим. Ну, это как вот один из, одна из идей. Финансовые квесты бывают разные, ну, вот, для маленьких детей можно там устроить финансовый трамвай, не знаю, можно просто общий такой квест устроить, где победители получат наибольшее количество монет и тоже смогут их поменять на какие-то призы. Обычно квесты еще, если для более старших уже групп, то там квест устраивается, может, вот, студенты, например, проходят квесты, очень любят квесты от Минфина, от различных организаций по истории там города, да, то есть финансовые какие-то аспекты в истории города. Если вы устраиваете квесты, я немножко уже перескакиваю на старший возраст, а если устраиваем квесты для более старших, то уже можно привязывать к каким-то предметам, там, литературный квест, например, по литературным произведениям, именно с точки зрения, в каких произведениях мы вспоминаем о деньгах именно и как соотносится. Таких тестов, викторин очень много. Здесь я предлагаю кратко, да, вот примерные сценарии игр со ссылочками, посмотрите. У дошкольников есть парциальная программа по экономическому воспитанию, разработанная Банком России. Тоже можно посмотреть там со всеми раздаточными материалами, можно скачать ее на сайте финансовая культура. То есть очень много различных, но на что обратить внимание. Вот мне очень понравился. Сейчас я вам попробую ее сбросить, сейчас секундочку, эту ссылочку на этот видеоролик. Можете его там у себя, если кто-то с компьютера смотрит, запустить. Так, секундочку. Вот действительно видео интерактивное. Я думаю, что вы все смотрели, какие у нас есть просто видео, где детей знакомят с деньгами. Ну вот можно дошкольников, ну и даже младших школьников. Это азбука от смешариков, да, финансовая азбука. Это фиксики, тоже там есть деньги. Это тетушка-сова азбука денег. Ну и некоторые другие. Но эти видео назвать интерактивными, ну, как бы сложно. Почему? Потому что, ну, это просто видео. А здесь я вам пытаюсь показать, посмотрите, пожалуйста, что вот именно этот мультсериал сделан в виде интерактивного мультсериала. Давайте посмотрим, о чем я говорю. То есть, когда вы включаете любую серию, вот здесь внизу будет светиться. Дождитесь вопроса. И этот сериал можно направить по разным сценариям. Вот видите, ниже у нас есть маршрут Бобренка. То есть, когда мы смотрим эту серию, ну, например, серия про «Хочу» и «Надо», где Бобренка попросили отвезти дрова, развести дрова, там родители не могут, попросили Бобренка. И Бобренок везет дрова на пути, ну, по поручениям, да, ему нужно отдать дрова кроту, там, сейчас уже даже не вспомню, крот, выдра и еще кто-то. Ну, в общем, ему нужно развести и обменять это на лопату, весло и пилы. А по пути Бобренку встречается ярмарка, на которой сороки зазывают его и продают лыжи. И говорят, что эти водные лыжи стоят ровно столько, сколько у него дров. И вот Бобренок может принять два решения, да, вот он вопрос, что же делать Бобренку? Ему купить лыжи, да, согласиться с сороками, вернуться домой без выполненных поручений, либо все-таки отказаться от соблазна, то есть, а ему очень хочется лыжи, он давно мечтал об этих водных лыжах и хочет на них научиться кататься. И все-таки вернуться и с лопатами, там, веслом и пилами, и с сэкономленными дровами. А на сэкономленные дрова родители там по сценарию решают купить всем подарки на Новый год. И вот в зависимости от того, какой вариант выберет Бобренок, это имеется в виду, что ребенок, да, дети выбирают, подсказывают Бобренку, что ему нужно делать. Мультик можно посмотреть, если это дома, ну, с комментариями родителей. Если это в группе, я считаю, что этот мультик, он здесь 6+, но его можно смотреть в старшей группе детского сада, либо первый, даже, я думаю, что второй класс, там некоторые темы, очень даже второй и третий класс тоже можно некоторые темы рассматривать. И на этом же сайте есть... Так, вот я вернусь, видите, здесь 12 серий, и есть рекомендации родителям и преподавателям. Можно скачать эти методические рекомендации и посмотреть. Вы знаете, я очень впечатлена была, именно для меня это единственное интерактивное действительно видео, которое развивается по сценарию. Поэтому обратите внимание на этот сериал, его очень запросто можно часть из этих серий встроить в детский садик, а часть в начальной школе. Говоря о школьниках, уже которые учатся в первом-четвертом классе, обратите внимание, мы все больше начинаем делать упор на то, что они должны понимать, что такое планирование, какие доходы у их семьи, какие расходы у семьи, ну и вот здесь делать выбор между разумным потреблением. То есть они уже должны регулировать свои желания. Вот как раз-таки вот эта серия про бобренка «Хочу и надо», она вот как бы очень даже для первого класса тоже подходит. Детский сад как бы можно им про семью, «Хочу и надо» и «Откуда появляется» это «Хочу и надо», вот там три серии прям очень. И для первоклассчик тоже подходит. Почему так говорю? Потому что у меня дочка первоклассница, и они с учительницей смотрели, сейчас я не вспомню, или Фиксиков, или Смешариков. И вот ее мнение, что ей было сложно без комментариев учителя некоторые моменты из мультфильмов про деньги. Хотя это образовательные мультфильмы. То есть детям нужны комментарии. А тем более, когда дети подсказывают герою, какое решение принимать, то тем более нужно сопровождение либо родителя, либо преподавателя, почему то или иное решение будет верным. Или неверным. И еще, на что обращает внимание, именно вот уже начиная с начальной школы, это все-таки финансовая безопасность. То есть или кибербезопасность, сейчас очень модное слово, кибербезопасность. То есть так как дети уже начинают управлять карманными деньгами, в любом случае родители не дают какую-то часть денег, тем более с 6 лет мы уже можем ребенку открыть привязанную взрослой банковскую карту, то есть безналичные деньги можем даже, если в столовую, допустим, можно безналично рассчитаться, это еще лучше, или наличные деньги. То есть ребенок начинает управлять, потихонечку учиться управлять своими деньгами, карманными. Причем здесь как бы мнение расходится, можете в группе почитать, недавно тоже там обзор вывешивала, именно по поводу карманных денег. То есть давать, не давать, за что давать. Но большинство все-таки сходится в том, что карманные деньги должны быть независимо. Ну, в группу тогда добавляйтесь, там точно потом попозже скачаете презентацию. Извините, немножко отвлекаюсь. Итак, карманные деньги – это безусловные деньги. То есть это не на питание, не на какие-то другие расходы, это просто деньги, если вот уж их в учебных таких целях, то это должна быть какая-то определенная. Ребенок чутко должен знать, какую сумму денег он получит, на какой период. И уже исходя из этого, он учится планировать. Сначала, конечно, да, он может там все упустить на булочке, там или еще на что-то, да, то есть кто что любит. Но в конце концов, у ребенка будет появляться опыт. Так, сейчас, секунду, убежала. Итак, для младших школьников, что можно порекомендовать? Давайте с вами еще такой вот вопрос. Смотрите, дошкольное образование. У нас метод рекомендации, вот на что ориентироваться, да, на основной, это метод рекомендации Министерства образования, это метод рекомендации Института в развитии. И у нас по дошкольному образованию это практически все, да, то есть нет каких-то таких центров по направлениям. А вот начиная со школьного, с начальной школы, у нас есть центр финансовой грамотности при высшей школе экономики, который методически сопровождает начальную школу, среднюю школу, общую школу, воспитанники детских домов и там же среднее профессиональное образование. И есть центр по финансовой грамотности, методический центр по финансовой грамотности при МГУ, который занимается именно финансовой грамотностью студентов, да, то есть высшие учебные заведения сопровождают вот разработку программ, методическое сопровождение именно высших учебных заведений. Это вот, ну, как бы по ориентации, где вы можете получить помощь. То есть вот здесь первым пунктом это центр финансовой грамотности высшей школы экономики. Там очень огромное направление, развитие и повышение квалификации для учителей тоже можно пройти, но там по срокам оно проходит. А вот уже по играм я ориентируюсь на ресурсы, которые бесплатные и которые, в принципе, рекомендованы Министерством финансов, да, то есть они прошли вот через эти центры различную экспертизу и все-таки центры их рекомендуют. Вот можете пройти по этим ссылкам. Есть картотека игр по финансовой грамотности для младших школьников. Это социальная сеть педагогов. Там тоже много материалов. Игра приключений не в деньгах счастья тоже достаточно интересная. Ну и хотела бы остановиться вот на таких интерактивных, как бы, играх, как Финзнайка. На портале... Так, ну вот если ссылочка... Ага, куда-то убежала. Наверное, дальше там чуть будет. Ну, вдруг, если нет, тогда я говорю, что я вам потом ссылку на группу дам или выложу на презентацию на Google Диск. Ссылочку сброшу. Итак, смотрите, у нас есть вот эта игра Финзнайка, она в двух вариантах. Она отдельная. Это социальная онлайн игра по финансовой грамотности. Ее нужно устанавливать через либо Google Play, либо App Store и устанавливать на смартфоны. И дети могут установить эту игру, объединяться там в команды, соревноваться друг с другом, проводить турниры. Отдельно по категориям для детей 6+, и отдельно для учеников там 5-7 класса. Вот, достаточно интересная игра, темы для изучения. Да, вот она, ссылочка появилась. Вот это 6+, и школьники 2-4 класса. Это вот сюда, да, к младшим школьникам. Идем дальше. Я еще и рекомендую. Это игра от Банка России на портале «Финансовая культура». Вот она, ссылочка. Такой квест, да, то есть «Спаси копилки детей от злого колдуна». И здесь учат детей именно разбираться, что же такое накопление, в чем разница между доходами и расходами, и как деньги накопить, а не просто потратить. Возрастной ценз здесь 6+, рекомендуется. Идем дальше. Средние классы. Как раз-таки вот граница, да, когда мы должны уже с детьми общаться на тему полностью, да, что такое бюджет семьи. Они уже в этом должны разбираться, что бюджет семьи не должен быть дефицитным. Они должны понимать, что если расходы превышают доходы, то семья постоянно сидит на кредитной игле, и вот эта вот кредитная нагрузка – это не очень хорошее состояние бюджета семьи. То есть здесь уже наоборот, если мы общаемся с детьми, если мы проводим кроме уроков еще различные игры, различные турниры, участвуем в межшкольных каких-то мероприятиях, а их очень много всероссийских различных чемпионатов, уже с этого возраста детей можно привлекать, есть отдельные там направления лагерей, тоже у них игры, то даже уже с этой позиции ребенок может приносить в семью знания. Знания о том, как управлять бюджетом семьи. И очень хорошая книга, но она рекомендуется чуть помладше, но я думаю, что здесь 3-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, захватывая класс, Боди Шефер, Пес по имени Мани. Вот в предыдущих у меня вебинарах были ссылочки на эти книги. Очень хорошая книга, с точки зрения, она, я думаю, даже не лишне почитать о взрослым людям, с точки зрения формулирования своих целей, то есть своего поведения, с точки зрения именно психологии. И потом это все переносится уже и на денежную сферу семьи. Соответственно, дети должны четко понимать, кто такие наемные работники-предприниматели, чем отличается уплата налогов, ориентироваться уже в банковских и различных продуктах и, соответственно, усиливать знания по финансовой безопасности или кибербезопасности, то есть схемы мошенничества, что такое финансовые пирамиды, ну и так далее. И в этом возрасте очень интересно, я думаю, что детям это история предпринимательства. Можно не обязательно российского предпринимательства, это я так написала, можно вообще истории различных предпринимателей, потому что сейчас мы можем по-разному реагировать, но есть и миллионеры, и миллиардеры, дети, дети, которым там, не знаю, 12-15 лет, я думаю, что вы тоже знаете эти истории, их очень много, когда дети зарабатывают моделями, блогерами и так далее, ну то есть теми занятиями, которые они могут заниматься. могут заниматься. И у нас дети со скольки лет могут открыть свой счет в банке, уже независимо от родителей. Знает кто-то? Со скольки лет дети могут открывать счет в банке самостоятельно? Если можно в чатик, если кто-то знает возраст. Да, правильно, все, молодцы, правильно. С 14 лет, да, то есть мы знаем, что в 14 лет ребенок получает паспорт, и он уже может открыть самостоятельный счет в банке. Но понятно, что юридическая ответственность еще как бы несут родители. Итак, чем же занять школьников 5-7 классов? Здесь кратко я сбрасываю ссылочки на различные игры. И обратите внимание на мобильные приложения. То есть мы можем ту же Финзнайку, но уже для 5-11 классов установить на телефон и проработать темы, о которых мы говорим. Можем установить приложение Монеткины. Здесь как бы с точки зрения семьи рассматриваются знания. И вот про Монеткины, да, вот что вообще здесь изучаются. Тоже кратко вы можете на сайтах посмотреть. Это тоже мобильные приложения. То есть устанавливаются все на телефон. Детям очень интересно. Я думаю, что если вы порекомендуете, можно там прямо классно семьи поделить. И каждая семья там будет создавать свой капитал, управлять своим капиталом. Спасибо, молодцы. Да, все знают про возраст открытия банковского счета. То есть с 6 лет мы можем открыть ребенку просто привязанную карту к своему счету. А уже с 14 ребенок может открыть свою личную карту, которую мы уже контролировать не сможем. Мы можем ему деньги давать, но контроль уже за его картой. То есть в отличие от 6-летнего ребенка мы же через свой онлайн кабинет контролируем, то 14-летнего уже не проконтролируешь. Поэтому к 14 годам у ребенка должно сложиться сознательное такое поведение, отношение к деньгам, понятие всех нравственных сторон, денег и так далее в этом направлении. И именно правильная постановка финансовых целей. То есть чтобы он умел ставить цели, умел накапливать на эту цель, исходя из тех ресурсов, которые у них есть. Ну и когда мы говорим уже о 8-11 классах, то если брать систему образования и вот это международное исследование ПИЗа, то мы говорим о том, что школьники к 15 годам, то есть по окончанию 9 класса, должны полностью уметь ориентироваться в среде. в среде, именно в обществе. Потому что что, школьники после 9 класса многие уже уходят во взрослую жизнь, то есть они уходят, становятся студентами училищ, техникумов и им приходится уже, не у всех есть поддержка родителей большая, то есть существенно, то есть школьникам уже приходится некоторым даже на работу устраиваться. То есть в данном случае к этому возрасту дети должны уметь использовать свои знания в обыденной жизни, именно финансовые знания в управлении, принятие финансовых решений. И вот, ну как бы направление я здесь кратко расписала, но все эти направления, обратите внимание, вот то, о чем я говорила, что Минфином разработана вот эта система или рамка финансовой компетентности взрослого населения и финансовой компетентности школьников 15-18 лет. И вот основные области этой финансовой грамотности, если вы по ссылочке зайдете, то вы увидите, насколько широко там все расписано, что нужно знать, уметь и чем владеть по теме дохода, финпланирования, ну и так далее. То есть по всем этим темам и уже знания финансовой математики, финансовой арифметики, оно тоже должно быть. То есть дети должны прекрасно уметь рассчитать простые сложные проценты, то есть по кредитам, по депозитам, кредитные ставки должны уметь рассчитывать. Ну то есть вот такие основные азы уже они есть. И они есть в принципе в основах экономических знаний, если дети, кто изучает основы экономики в школе. Но это все нужно уметь применять в жизни. То есть сравнивать разные ставки депозитов, кредитов, что лучше, где выгоднее. И знать основы у нас чего. Инвестирование, какие страховые программы, для чего они нужны. Ну и как защищать свои права потребителя. И вот в этом плане я рекомендую, да, то есть, ну здесь по ссылочкам пройдете, я говорю, для учителей, вот все-таки высшая школа экономики там и для старшей школы. Есть такой, ну по крайней мере был, не знаю, может вот сейчас он притормозил свое развитие, может с весны появится. Всероссийский онлайн-квест по финграмотности был финансовый детектив. Очень отличный квест. Даже еще была игра финансовая грамотность для всех возрастов. Это Калининградская область, у нас такая флагман финансовой грамотности. Всероссийский чемпионат по финансовой грамотности это вот действующий чемпионат, он периодически проводится. Ну и различные вот игры в браузерах, ну например, первые шаги в мире финансов, там простейшие игры. Я бы хотела обратить внимание уже постарше, да, дети. Это можно играть в портфолио на сайте финграмота. Это все, что рекомендовано именно по программе повышения финансовой грамотности и повышения финансовой грамотности взрослого населения. Кроме этого, вот очень мне нравится портал финансовые грабли. И вот здесь есть три направления игр. Игры по ежедневным тратам, ну как бы как игры, там больше не игры, а такие как бы кейсовые задания на подумать и применить, да, то есть как бы я поступил. На тему сбережения инвестиций, кредиты и заимствования. Ну давайте просто кратко, ну кто-то может по ссылке, зайдите по ссылке, посмотрите. Для взрослых тоже, то есть как для преподавателей, я вам рекомендую сначала самим пройти эти все игры, тесты. Потом только с детьми, да, то есть рекомендовать детям. Можно с обсуждениями проходить, да, можно прям в классе с обсуждениями проходить. Можно просто сначала попробовать, а потом обсудить у кого какой результат, где они сделали ошибку. Потому что здесь на этом сайте, видите, есть раздел преподавателям, вот туда можно зайти. Если вам нужны какие-то методы, рекомендации, то просто сделать запрос от какой вы образовательной организации и вам на электронную почту пришлет эти методы рекомендации. Так вот, по ежедневным тратам, видите, делится тоже на, внутри модуля три игры, то есть всего девять игр здесь, минимум девять игр, и там еще две, кажется, добавлены. То есть кто прав разобрать все ситуации, здесь несколько ситуаций, поверить или не стоит верить, да, тому, что вам говорят в финансовых учреждениях, и вот игра на отложить или потратить. То есть здесь тоже несколько ситуаций. Ну вот я открываю, кто прав, да, и мы проходим, вот, ну, одно из заданий, одно из десяти, видите, здесь десять заданий, вот подобных будет. То есть в магазине хочет купить какую-то вещь, у него только наличные у человека, а ему говорят, что они наличные не принимают. И вот выбирайте. Как вы думаете, кто прав? Продавец магазина, который не хочет наличные принимать, или все-таки покупатель? Здесь мы ориентируемся на защиту прав покупателей, и плюс на правила расчетов наличными деньгами. То есть вот здесь, пройдя каждый такой вот игру-тест, да, то есть выбирать, вам сразу дадут рекомендации, какие темы вам стоит изучить, да, в чем вы сегодня не ориентируетесь. Вот этот портал, это портал Банка России. Это один, Банк России, Минфин, они разрабатывают и совместные, и отдельные программы по повышению финансовой грамотности. Поэтому вот здесь как бы рекомендуется пройти. Еще один из таких, одно из таких направлений игры, вот финансовые будни, но здесь либо уже совсем 11 класс, да, то есть тот, кто готовится поступать в институт, либо уже студентом, потому что здесь на примере студента рассматриваются его финансовые будни, его финансовые решения. Ну, достаточно такая сложная тоже игра, поэтому, ну, вот рекомендуется уже для таких более старших детей. А что еще можно? Ну, вот есть онлайн и книга «Финансовая грамота», если хотите там кратко какие-то темы прочитать. Портал «Хочу, могу, знаю», я вам уже на него давала ссылки. Спецпроект Российской экономической школы по личным финансам и финансовые калькуляторы. Если дети не могут в Excel что-то посчитать, ну, или вам надо что-то бегло срочно, да, и вы не хотите разбираться, какие там формулы, можно воспользоваться сайтом вашей финансы и рассмотреть там финансовые калькуляторы. Там очень много финансовых калькуляторов, ссылки все идут. Что я вам еще рекомендую, прежде чем мы перейдем к этим ресурсам? Если вы не знакомы с онлайн-инструментами, то рекомендую вам... Так, пропустила я уже время, хотела вам там сюрприз. Ну, ладно, будем надеяться, что сработает. Рекомендую курс на платформе Stepik. Открытый курс, бесплатный курс, цифровые инструменты и сервисы для учителя. Просто ознакомительный курс. Послушайте, лишним не будет. Очень хороший курс, очень емко-объемно. И я, ну, кратко вот из этого курса, вот у них вот так емко-объемно, расписаны много инструментов и сделаны как бы ссылки. Ну, вот я ссылаюсь на них, да, чтобы позаимствовала там перечень инструментов у них. Но с этими инструментами я сейчас рекомендую то, с чем я работала. Мне очень нравится. Я надеюсь, что вы зашли все-таки на доску, онлайн-доску под лет, да. Я вам на самой второй страничке презентации давала ссылки на нашу новогоднюю доску с пожеланиями, там, давайте сделаем ее волшебной, пусть вот наша вся энергия будет поддерживать эти пожелания. И на доску знакомств. Те, кто зайдет ко мне в группы ВКонтакте и Фейсбуке, я там сегодня еще вывешу нашу общую под лет доску на тему «Дети и деньги» с максимумом ресурсов. Там уже очень много ресурсов на ней. Красиво она уже выглядит, не помещается даже на один экран компьютера. Уже надо стрелочками листать. Мы все время ее там приращиваем, да, добавляем туда ресурсы. И что мне еще понравилось? Из самых простых, где вот можно даже, наверное, с дошкольниками, ну, если есть такие возможности технические, это «О-Вайтборд», где можно порисовать. Она такая самая простая, это дощечка. И вот на ней можно там вот зайти с разных компьютеров, там с телефонов и так далее, и попробовать порисовать, да, когда вы даете ссылку на эту доску. Доска «Миро», она, конечно, англоязычная, в отличие от «Подлета». Да, на «Подлете» можно на русском почитать. На «Вайтборде» на русском тоже не почитаешь, но она очень простая. Там просто доска и разные инструментики. А вот «Миро», огромная такая доска, очень много чего на ней можно делать. Как бы можно отдельные уроки, то есть можно вообще вот на одной доске собрать, там, ну, я не знаю, целый огромный курс со всякими вставками, там и рисовать можно, и карточки, и даже игры настольные можно делать. То есть эта доска, ну, такая вот тоже широкая для развития. «Подлете» тоже можно игры делать. Если кому интересно, ну, в будущем у меня такая задумка есть, обучиться, да, именно каким-то играм, сделать какие-то свои игры со своими идеями с использованием этих инструментов. Ну, как бы информацию потом буду сбрасывать уже после Нового года на следующих вебинарах на вот такие обучалки, если будет интересно. Что еще? Еще, конечно, викторины, тесты, квизы, то есть самые простые тесты. Вот если у вас есть Gmail почта, да, то есть вы можете пользоваться Google диском и, соответственно, Google формами, и в них составлять какие-то элементарные там тесты, опросы, анкеты. Очень удобно, потому что все результаты сразу попадают в Excel-табличку, вы сразу все видите, тоже можем поучиться, да, время уже просто поджимает, не могу сейчас показывать каждую форму. Что у нас еще есть? Очень мне нравится сервис «Ментиметр». Сегодня, ну, хотела с ним поработать, но он на английском, да, и показывать в нем, как бы, ну, тоже надо ориентироваться хорошо. Я сегодня чуть-чуть другой сервис взяла, не знаю, сейчас запустится, нет. Вот этот сервис «Майквиз». Время я тут просрочила, но давайте попробуем. Я сейчас вам дам ссылку. Сейчас я вам ссылочку в чат сброшу. Я там всего лишь три вопросика сделала такую викторинку. Но чем мне нравятся такие сервисы, вот как и «Ментиметр», это в режиме реального времени. Так, и я вам сейчас дам, кроме этой ссылки, код игры. Я запускаю игру и вам сбрасываю вот этот код. То есть вы можете попробовать войти по этому коду. Игру я запустила. Время пошло, да. Десять человек. Следующий вопрос. Так. Вот только я не знаю, вы видите? Плюсики поставьте. То есть там викторина идет на три вопроса. Ну сейчас, если как бы игра... Я вот просто почему-то не вижу, в каком варианте я его запустила. Так, идет игра, но мне не видно, смогли ли вы на нее попасть. Но если что, сейчас перезапущу. Она буквально две минутки занимает. Потому что я сделала из трех вопросов. Но если сегодня... Так. Мои викторины... Так. Запустить экран ожидания. Не завершаю игру. Нет, наверное, у нас сегодня не получилось. Почему? Так. Запустить игру, потому что... Я ее тестировала сама, и сайт почему-то мне выдает. Ну вот видите, к сожалению, да, вот и с ментиметром у меня. Не получилось, давайте. Ну давайте так. Я ее еще раз отредактирую. У меня почему-то она со стороны меня, как игрока, запустилась. Сейчас не захотела со стороны администратора. Я ее отредактирую. Давайте я вам сейчас дам ссылки на социальные сети, куда можно попасть. И мы там, ну вот перед Новым годом, попробуем поиграть в разные игры. Я обещаю, что создам сайт. Сейчас я вам ссылочку в ВКонтакте на группу дам. Финансовая грамотность для педагогов называется. Копировать. Я вам сбрасываю. Вы можете сюда присоединяться, кто любит ВКонтакте. Сеть ИС сейчас еще для... Вот так. Фейсбук еще. Закрылись у меня все вкладки. Итак, сейчас я вам еще Фейсбук сброшу. Финансово грамотный педагог. Кому какая соцсеть нравится, пожалуйста, можете в них общаться. И соединяйтесь. Мы всегда всем рады. Презентацию, если вы скачаете, там тоже эти ссылочки есть. Итак. На этом у меня все. Спасибо вам огромное за внимание. С вами было интересно. Вы все участвовали. Прошу прощения, что не получился сюрприз. Давайте я тогда компенсирую не получившийся сюрприз. Давайте я вам сброшу ссылочку сюда. Не только в группу. Ну и сюда, в чат я сбрасываю тем, кто все-таки дослушал вебинар. Спасибо вам огромное. Вот вам доска под лет, которая называется «Дети и деньги». Вот заходите, и там прямо по ссылочкам очень-очень много. А я хочу зайти на нашу волшебную новогоднюю. Но, к сожалению, видите, никто там не присутствовал. Давайте я вам сброшу ссылочку в чат на нашу волшебную новогоднюю. Все-таки заходите, тренируйтесь, поздравляйте друг друга. Вот они ссылочки. И ссылочку на доску наших знакомств. Если интересно, там уже коллеги есть. Почему? Такие ресурсы иногда, знаете, бывают нужны. Вот что-то ты разрабатываешь, и тебе нужен специалист. А тут у тебя вот уже воркшоп готовый. То есть ты можешь напрямую сразу обратиться. Презентацию вы можете у Пол Юрьевича еще спросить. Она скачивается здесь, прямо с сайта Мерополис. Она доступна для скачивания. Либо я на Google Диск еще сброшу. Отдельно потом тогда вам пришлют. Благодарю всех за внимание. С наступающим всех Новым Годом! Здоровья, самое главное. Психологическая устойчивость и финансовая стабильность. Используйте ваши знания по финансовой грамотности для управления своими личными финансами. И вдохновение. Вдохновение на новые проекты талантливых учеников. Всего-всего всем самого доброго. До новых встреч в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова